Иов, глава третья. После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. И начал Иов и сказал, погибни день, в который я родился. И ночь, в которую сказано, зачался человек. День тот, да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет. Да мрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь та, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. О, ночь та, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье. Да проклянут ее проклинающие день, способные разбудить Левиафана. Да померкнут звезды рассвета ее, пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц Деницы. За то, что не затворила дверей чрева матери моей, и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы спокойно. С царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни. Или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли домы свои серебром. Или, как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, Которые ждут смерти и нет ее, Которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, Обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. На что дан свет человеку, которого путь закрыт, И которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, И стоны мои льются, как вода, Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, И чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, Нет отрады, постигло несчастье. Спасибо. Продолжение следует...